всем привет я сейчас на их нахожусь в лесниках видос клубе завтра состоятся старты честно очень тяжело и очень сложно так я подожду всех пока присоединяться вот у меня моя тренер от разминает молодого коня он будет первый раз стартовать баритон щик это которым я рассказывала которого я спасла от будущим быть будущей колбасой у него прекрасные крови еще оказались его готовлю под своих деток в будущем они будут на нем стартовать он конечно очень боится потому что он первый раз приехал вообще на старт и новая обстановка вот на нем должна была диана стартовать но туда сейчас думаем или диана будет или ее мама вели на будет стартовать расстроены сидит расстроена еще до подлавливает она она еще не как говорится у нее первые в жизни должны были быть старты а вот и у коня первые в жизни старты но я думаю что дианочка еще подождет здесь главное чтобы конь не испугался и ребенок не испугался здесь нужен опытный всадник у нас вели на осталось пешеходом всех коней забрали раньше выступала даже на моих лошадках а сейчас тут нашествие девчонок спортсменов теперь вот я уже не на ком стартовать так что я думаю что вели на будет счастлива вот вам покажу немножечко как тут красиво вот здесь завтра будет проходить старты вот боевое поле вот трибуны потом белые такие видите будочки там будут сидеть судьи ну вот там будут дети стартовать я уже свою тренировку закончила думала уже не стартовать на лаки потому что ну честно говоря я еду я не рассчитываю абсолютно на первые места на тем более на победу в этом заезде в этом как говорится этапе конных соревнований так как эту схему эта схема уже среднего уровня спортивного и я ее стартую впервые на объект на индиго на лаки честно говоря думала вчера даже уже не так не стартовать потому что он еще честно со мной не готов до конца на эту схему но сегодня так подумала после тренировки думаю я не боюсь проигрывать ну и что не начну стартовать не будет прогресса потому что опыт всегда опыт опыт просто так не приходит опыт приходит с тренировками с постоянной работой поэтому ничего страшного рискну зато следующий раз уже лучше буду ехать по работаю над всеми ошибками которые у нас будут лаки просто он жеребец индиго он мерин поэтому поспокойнее а лаки вы и жеребец и он часто так показывает свой характер особенно если где-то кобылки рядышком проходят вот и такой своенравный парень очень своим своем равные с ним очень тяжело договориться такое ну как все мужчины все зависит от настроения вот как он сегодня работает все зависит от его настроения хорошее настроение хочу работать буду работать а сегодня мне лень не буду работать буду на диване лежать вот так вот и никак не договоришься с ним но начну надо расти дальше чтобы потом ехать на международные соревнования для этого нужен опыт для этого нужно схемы наезжаются первый раз плохо приехали второй раз лучше третий раз еще лучше четвертый раз вообще может быть уже первые места кто его знает может даже со второго и третьего у меня такое было вот так что вот глина уговаривает не спеши диана не спеши а ты хочешь чтобы он тебя свечу сделал испугался он настолько будет идеальный ты посмотришь он будет ну просто дай ему немного времени он первый раз на стартах он не знает что ему куда ему бежать что делать но он меня слышал понимаешь он мне доверяет я ему показывал куда надо бежать он это делает точно так же как и остальные лаки алика не все через это прошли не спеши хорошо не расстраивайся ты еще успеешь поездить на него у него люра вообще просто супер а люры не переживай диан не надо расстраиваться подожди на следующий выйдешь этап на следующий этап по проведем не мы будем мы посмотрим если он будет готов с тобой уехать он поедет в следующий этап не будет готов я если что подсяду поеду но он слушает он не видел во первых посмотри он у нас понеже открытом он не видел открытого поля для него это шок да так ты определилась какую схему поедешь на нем какую ты поедешь схему ну конечно она с ним не справится ой я тоже особенно когда поехал трактор повез вот эту будку зелено она сегодня этот трактор специально он адекватно отреагировал он со мной был он работал ему рано подожди такое бывает такое ну как бы я на бедная готовилась хотела стартовать ну да все хорошо не спеши сделал даже можно тогда должен поехать все таки более опытный всадник потому что лошадь испугается диана еще она боится на неопытный всадник у нее очень много всего получается хорошо но у нее еще и она еще не знает как успокоить лошадь вот у нее еще нету столько сил мышц не наросло чтобы коня остановить в нужный момент поэтому поэтому вот мокрая вы все мокрые сегодня представьте все в жару сегодня здесь разминались кто-то здесь кто-то там вот под накрытым манежем такое впечатление что выходишь просто с тренировки и весь мокрый у меня даже вот в 10 гулька да она просто вся на ее я ее выжимала просто выжимала с нее от капли влаги фото вину полностью мокрая одежда как будто ты вышел из душа ну вот слава богу нам завтра разрешили стартовать не во фраках и рединготах разрешили стартовать в таких типа пола ну кто конечно не будет так красиво как всегда в рединготах это в таких вот фраках красивых теперь не могу так аж пика облейся воду умойся мы все ждем жеребьевки кто же когда во сколько завтра будет выступать мы очень конечно надеемся что в цепёк сделают какой-то хоть перерыв что ли потому что я не представляю как можно будет ехать там в 11 дня в 12 в час два в три в четыре здесь только вот более-менее жара вот спала вот сейчас но мы все спортсмены тренировались все уже тренировались я и на индиго и на лаки оттренировалась вот на индиго более-менее получается на лаки ну так сяк так сяк где-то хорошо где-то не очень стартовать буду все равно раз уже приехали надо надо начинать не начну будут трусить все дальше никакого движения сторону улучшения не будет а вот так всегда я помню когда начинала только стартовать самые там легкие езды помню седьмое место было первый раз потом второй раз было по-моему четвертая а на третий раз я выиграла я так кричала на таких эмоциях там вау я я просто не верила что ну такое случилось со мной и далее я все время первые 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 места первые первые но одно дело среди аматоров а другое дело среди спортсменов ехать и я уже как несколько лет тому перешла в спортсмены я уже приехала начальные схемы хорошо очень проехала спортивные сейчас м-ку хочу ехать для того чтобы ну не хочется сложно у меня я не люблю не ищу легких путей я хочу развиваться я хочу расти у меня есть свои цели и планы по поводу конного спорта я очень люблю этих животных обожаю жить без них не могу не могу стоять перед перед их грацией перед их преданными красивыми глазами этими носиками бархатными ну просто но и и сам адреналин конечно я такой человек люблю по адреналине поэтому мне этот вид спорта очень и очень нравится очень импонирует ну по моему характеру ребятки как катрин какой победы какой победы первый раз и я еду эти схемы ну какая может быть победа спасибо конечно большое но тут ли хоть бы не опозориться я на на индиго у меня более-менее хорошо получается вот слаки я еще пока в стадии договора договариваюсь с ним ну ничего прорвемся главное мне больше всего страшно страшнее всего это как мы будем завтра в жару стартовать все остальное меня уже наверное не волнует кстати сегодня мне там спрашивали за премьеру клипа я хочу вам сказать что клип на русскоязычную версию танцую уже набрал более двух миллионов просмотров на ютюбе вот а я сегодня состоялась премьера танцую на украинским мове вы можете зайти и подавиться на моем youtube канале так что приемного усим просмотру спасибо вам за поддержки спасибо огромное я ценю каждое ваш каждый ваш голос каждое внимание спасибо огромное кто-то мне спокойной ночи пожелал еще не ночь а мы все равно верим в победу ой вы знаете сколько здесь стартуют в моей схеме стартуют опытные всадники всадники которые живут этим всадники которые зарабатывают себе на хлеб именно вот конным спортом для которых это основная профессия которые сидят в седле по несколько много часов каждый день каждый каждый божий день как вы думаете ну как мне с ними вот так вот так быстро не получится тех схемах да я как говорится в призовых и побеждала а здесь уже другой уровень здесь все выше выше и выше и выше и выше поднимаем планку это как а как по-другому но мне не интересно я бы могла конечно участвовать есть ехать там более-менее простые ну попроще схемы вот и забирать кубки там первые места оставаться когда-то как я в аматорх выступала также но но не интересно мне не интересно я я хочу развиваться я хочу расти дальше мне хочется преодолевать препятствия сложности и гордиться тем что у у меня получилось я это сделала так что вот так добровать всегда нужно правильно легко никогда не бывает думала вам как там свою тренировочку снять показать но честно не до этого было немножечко ну нервничаем все очень нервничаем очень уставшие очень жарко вот и надо было сосредоточиться на схемах которые я буду впервые ехать и при том две схемы они совершенно разные субботу м4 в воскресенье м5 они совершенно разные у меня в голове такая каша я даже сегодня на тренировке проехала сначала половину схемы м4 а потом начала делать элементы с м5 то есть у меня вообще просто такая каша в голове я не знаю как с ней справиться вот у меня сидят две схемы они путаются так что а какой мы победе можем говорить ребят тут лишь бы ничего не забыть за проехать что там ты чё плачешь но вот это не можно успокоить она поедешь в следующий раз я ну успокойся диана ребёнок у нас расстроенный расстроенный очень будут прямом эфире хорошо ребят смотрите мою новую версию на украинском языке клипа танцую танцую в ютюбе на моем канале забиваете команды танцую и все и вы увидите я к вам еще выйду в эфир покажу еще сегодня своих лошадок которые стоят отдыхают покажу вам каких яблоками кормлю баритончика отводим ну что записались у тебя дома какие-то белые бриджи белая поехали ко мне пола ну померишь откуда я знаю померишь поедешь если шо лосины тебе вот эти дам есть какая закрыта ну для рукава можно вот такие до рукава можно короткие то есть мои могут подойти но у меня нет плечи должны быть закрыты ведем баритошу кстати индюха тоже похудел ну хоть хорошо что он да он вообще он был как беременный таракан у меня уже что ты привезешь мне черные перчатки рыжие сапоги у меня можно можно рыжие можно да а я тебе могу дать мои эти как они вередусы так а какой ты поедешь схему ага с голубом или без баритошкин от вам немножко экскурсии да у нее знаю что то у нее нервная обида что не получилось вот там вот еще манеж один разминочный не он молочинка молочинка ой ова ты ему сел подожди ты посмотри какая там пытается сесть вот как красиво здесь девчонки вот так быстро идете а ты сапоги конечно расстегну да давай давай поедешь на алике алик у нас динозавр у него такой мячик мягенький головчик смотрю вообще да подожди я хочу показать же лошадок хух сила так манежек это вот в манеже в рабочем манеже разминочном поставили вот такие временные денеки еще там есть другом месте конюшни но нам здесь больше повезло потому что здесь есть хоть прохладнее хоть по прохладнее немножко лаки вредный алик 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 или алик ta Прячь. Прячь нос. Так, стой. Сейчас. Вот тут яблочки у нас. Это их лакомство. Там яблочки. Все в яблоках. Так, а где морковка, которую я привезла? Где кулек с морковкой? Так. Индюха. Индюха. Смотри, что у меня есть. Смотри, что у меня есть. Яблоко. Ням-ням. Ням-ням. Одно было. Я потом тебе дам. Позже дам. Зимой-халюсий. Там еще лошадки стоят. Там много лошадок. Все диняки. Если я вам показывала, мы заезжали, еще были пустые. Да все-все уже заняты везде. Давай. Что у тебя песоком носит? Индюша. Индюха, короче, это. Индюха не хочет закрываться. Он хочет яблоки, он хочет морковку. Что ты там делаешь? Инди. Инди. Я тут. Индюхой. Давай уже. Съела бы тебя. Индюха. Давай. 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 Малыши, давай. Ну. Давай. Давай, иди. Давай. 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 Ну, Индюха. Индюха. Зара. Помоги мне его запихнуть обратно. Инди, давай. Он мне мобильный. В руке. Он не хочет никак. Заходить. В денег. И вот лаки. 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 Ты мой халюси. Так, у нас тут чемодан заставили. Так, пройти к нему мешают. Лаки. Пур-пур-пур. На. О. Пур-пур-пур. Пур-пур-пур. Вот лакусили. Вредный. Жеребятка. Жеребчина. Вот ты, вредная. Вредный, как все мужчины. Алик. Алик. Мой. 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 Ой. Молодец. Дырявый рот. Алик. 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 Он у нас очень высокий. Очень-очень. Следующий по росту идет индиго. Потом лаки. Мой боритошка. Боритошку повелик. Индиго! Я тебе сейчас постучу. Индиго! И Тоти. Молодой мой конь. Тоти сеньор. Он уже такой ростом. Хоть ему три годика исполнилось. А он ростом уже такой, как индиго. Но мы его сюда не привезли. Он еще маленький для того, чтобы стартовать. Я тебе вот это сейчас... Морда, ты моя. Вот это я тебе сейчас постучу. Ноги побереги. Ты мне нужен. Ясно? Пройдусь немножко по конюшне. Индиго! Я тебе сейчас дам. Накажу. Тут лошадки. Тут лошадки. Ой, да! Ой! Вот лошадки. Это увезли, по-моему, на тренировку. Там тоже на тренировке народ. Лошадки. Потом, когда закончатся соревнования, эти диняки свернут. И все. И опять станет тренировочный манеж. Неплохое решение, кстати. Я очень рада, что мы именно попали сюда, а не в летние диняки. Там невозможно дышать просто. Там очень жарко. Очень. Сейчас Индиго опять меня увидит и будет ногами стукать точно. Сейчас Баритоши еще яблоко не давала. Баритохи. Баритоши, мой мальчик. На, яблочко. На. На. Мыхалюси. Диана, можешь ставить. Седла. Разная куча амуниции. Всего. Куча, куча. Все вот так вот с чемоданами. Бинтики сматываем, готовим. Это чтобы ножки при разминке не потянули сухожилия, связочки. Чтобы были целые. Вот такие бинты одеваются на ноги. А на стартах, когда стартуешь, снимают, разматывают, проверяют. Чтобы не было никаких там дополнительных секретиков, не скрывалось под бинтами. Потому что можно иголочек туда. Многие ссадники там. Было раньше такое. Поэтому потом приняли такое положение, что без бинтов мы ступают. Для того, чтобы лошадь рысь убежала такой темповой. Вот. Делала многие такие хорошие элементы. Додумались подкладывать туда всякие кнопочки, иголочки. Вот. Поэтому перед стартами бинты снимаются. Все, будем кормить лошадок. Готовятся на завтрак соревнованиям. Всем хорошего вечера. Кто любит конный спорт, приезжайте завтра в лесники, в квидос-клуб. Посмотреть не только на мою ужасную езду завтрашнюю. А еще посмотреть других ссадников. И детки будут ехать. И будут ехать взрослые. И мастера спорта. Суперпрофессионалы. Разные езды, разные схемы, разные сложности. Вот. Так что... Я думаю, что вы, если бы попали вот так вот на соревнования, вы бы очень любились в конный спорт. За рубежом очень сильно развит. Вот. Я выбрала дисциплину выездка. Более такая тонкая работа. Муж не разрешал прыгать. Поэтому я остановилась на выезде. Выше школы верховой езды. Ну, это, конечно, нужно больше прикладывать усилий, больше терпения. Вот. Это такая монотонная, рутинная работа. Поэтому, ну, у кого есть терпение, те этим занимаются. Ну, и это красиво. Конечно, очень-очень красиво. Когда конь под тобой танцует. Всем хорошего вечера. До свидания. Ждём жеребёвки, чтобы знали, когда кто стартует. Пока. Пока.